Здравствуйте! Есть, пока еще есть такие виды спорта, где появление российских спортсменов очень большое событие, тем приятнее, что речь идет о спортсмене молодом и перспективном. У нас в гостях гонщик Формулы-1, пилот программы СМП Рейсинг, пилот команды Вильямс Сергей Сироткин. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте! Сергей, после появления Формулы-1 количество вообще интервью, общения с журналистами увеличилось или ничего не изменилось? Нет, безусловно, увеличилось. Не могу сказать, что я был сильно обделен этим до этого, но, к сожалению, до такой работы прилично прибавилось. Не раздражается или нормально? Все зависит, конечно, от каждой конкретной ситуации. Бывают, безусловно, моменты тут, ну, нечего скрывать, когда это совсем неуместно, совсем не в массе, не в тему. Но, как бы, это часть работы, поэтому тут тоже приходится уделять часть времени этому. Дебют Формулы-1 в Австралии в качестве пилота полноценного. Что, в общем, оказалось сложнее, чем ожидали? А может быть, что-то, наоборот, далось легче? Что-то изначально немножко пугало, а оказалось не так страшно, не так сложно? Весь уикенд в целом прошел для нас достаточно трудно, вернее, очень трудно, непонятно и совсем не так, как мы ожидали. Очень много каких-то новых, непредвиденных вещей выползло. Например? Например, ну, тут, конечно, я был бы рад вам все рассказать, да, что как у нас здесь было, но я не думаю, что это было бы очень правильно. Многие технические моменты, да, которые мы думали будут происходить немного по-другому, оказались не такие простые, как мы надеялись. И в целом темп уикенда оказался неожиданно быстрым, так что у тебя нет времени реально, да, сесть, подумать, спокойно проанализировать. Трасса в Мельбурне сложная или вам доводилось встречаться с трассами и сложнее? Она одна из самых сложных. Сложная сама по конфигурации, сложная потому, что она качковатая, такая парковая трасса, то есть не прям городская, но... То есть эта же дорога используется непосредственно не во время дни уикенда, используется в повседневных целях, поэтому это, безусловно, не добавляет ей гладкости, ровности и так далее, и так далее. Плюс переменчивая погода, да, очень маленькие зоны вылета и так далее, и так далее. Поэтому, может быть, не самая трудная трасса, но, безусловно, одна из таких. А доводилось вообще сталкиваться с такими вещами, как этот злополучный пакет из-под сэндвича когда-нибудь? У вас такое было вообще в карьере? Вы столько гонок уже провели? На самом деле, я не помню, прям конкретно, да, чтобы привести пример, но таких глупых вещей, поверьте мне, если начать копать за всю карьеру, то вот таких глупых вещей, которые оборачиваются в достаточно проблематичные, да, в итоге, и серьезные трудности, их, они повсеместно встречаются, поэтому... Да, пакеты из-под сэндвича, это, конечно, звучит так немножко экстраординарно, но таких вещей хватает на самом деле. Вы, как бы, эмоциональный человек, сильно очень были разочарованы, или как-то сумели быстро в себя прийти после вот этой неудачи? Больше расстроило то, что, то, как складывался уикенд, на самом деле, для нас было важнее просто проехать именно гоночную дистанцию, посмотреть, как что работает, да, именно набраться опыта, именно пройти через это, чтобы потом уже там приехал Бахрейн, чтобы мы имели какой-то уже за собой какой-то бэкграунд, какой-то базис, на который мы могли бы так или иначе отталкиваться, от которого мы могли как-то уже исходить влево-вправо и начинать работать. Этого опыта набрать в Мельбурне не получилось, поэтому в то время, как у других это получилось, поэтому тут мы в каком-то плане теперь отстаем на шаг. Квалификация, гран-при, аналитическая работа, новый гран-при вообще остается на себя-то время хоть чуть-чуть, или сейчас не до этого? Ну, честно говоря, наверное, последние месяца-два на себя времени остается, к сожалению, крайне мало. Право, жизнь такая вот гонки-гонки, от встречи к встрече, от события к событию, ты буквально живешь этим с мыслями о том, о завтрашнем дне, что будет завтра, что было сегодня, и вот это так изо дня в день перетекает, перетекает, и вот так и глянуться назад, последние два месяца пролетели быстрее, чем две недели обычно, поэтому вот так вот, не все так просто. Как сработались с партнером по команде, с Лэнсом Стролом? Что он вообще за человек? Ну, знаете, все спрашивают, как сработались, на самом деле тут срабатываться. У меня своя работа, у него своя работа, в чем-то мы работаем над одной целью, в чем-то мы соперники, поэтому, по сути, у нас нет задачи именно сработаться, у нас есть задача нашим фидбэком помогать команде, но для этого мы не должны, да, никак, да, больше, чем там, на каком-то уровне ладить, поэтому... Нет, сработались нормально, то есть никаких проблем, ничего. Есть какие-то трассы, где хотелось бы вот обязательно на уровне Формулы-1 себя попробовать? Или гонщики не думают на эти тяги? Это, если мы говорим о новых трассах, то, безусловно, наверное, это Сузуко, это одна из всех трасс, которая осталась из вот таких быстрых, олдскульных, трудных трасс, на которых я пока вообще не пилотировал. Что касается, если говорить просто про любую трассу, про любую гонку, то тут, вы знаете, все спрашивают. Конечно, могу сказать и должен сказать, что, да, этап в Сочи у нас будет особенным, действительно, да, в каком-то плане он будет особенным. Но именно в профессиональном плане, именно в гоночном плане, для пилота, но нет никакой разницы. Ты к каждому следующему уикенду, к конкретному уикенду готовишься, ну, максимально хорошо. Если ты мог бы сделать что-то лучше, да, ты не будешь ждать какой-то конкретной гонки. Следующий гран-при, гран-при Бахрейна, вы неделю, да, проведете в Бахрейне? Ну, примерно, да. Я знаю, что вы там уже выступали, гонялись, да. Какие остались тогда от Бахрейна, вот, от предыдущего выступления впечатления? На самом деле, приятное место, хорошая трасса. Я не могу сказать, что это любимая трасса, но это один из тех этапов, да, на которые, по крайней мере, ты приезжаешь. И, ну, и мне нравится туда приезжать, и, в принципе, насколько я знаю, большинству народу нравится этот этап. Да, хорошая достаточно обгонная трасса, то есть, да, и с длительным, я думаю, тут тоже будет на что посмотреть. В гоночном плане добавляет интерес еще и сильный износ резины, поэтому я не могу сильно выделить прям какую-то, подчеркнуть, да, сильную особенность или, наоборот, недостаток. Но, в целом, и мне, и всем нравится этот уикенд. Вы себе ставите перед гонками какую-то задачу минимум или не думаете на эту тему? А задачу непосредственно перед гонкой трудно поставить, потому что слишком много второстепенных факторов, которые, ну, никак не под моим или не под контролем нас как команды. Поэтому, тут трудно так об этом говорить. Для нас сейчас ключевое это скомпенсируется то, что мы потеряли в Мельбурне, проехать чистый, спокойный, хороший уикенд. Ну, и уже дальше, как говорится, степ-бай-степ, отталкиваясь на полученный опыт. Надеюсь, что этот опыт будет позитивный и приятный, двигаться вперед, потому что пока мы, как бы, немножко с чистого листа. Вы выступали в самых разных сериях. Формула-1 – это абсолютная элита. В чем главное отличие, вы бы сформулировали, от остальных серий Формулы-1? В целом, жизнь Формулы-1 настолько нестабильная и настолько быстро перетекающая из одного этапа гонки, тестов, событий, мероприятий к другому. И при этом у тебя очень-очень большой круг людей и объем информации, с которым ты должен контактировать. С кем вот именно, с каким отделом чаще всего, больше всего приходится общаться? Вы знаете, как тут построено? Тут, то есть, есть я, у меня есть гоночный инженер, да, безусловно. Есть еще перформанс-инженер, который отвечает больше за именно техническую часть машины. Вот это два человека, с которыми я общаюсь буквально постоянно во время уикенда. При этом у нас команда вообще поделена на множество структур. То есть, какие-то люди отвечают за шины, за работу шинами. Какие-то за аэродинамику работы аэродинамик. Какие-то за механические настройки машины того. Какие-то за тормоза. Какие-то за это. Какие-то за охлаждение. Какие-то за мотор, какие-то за коробку. И так по кругу это очень большой спектр людей. Это все группа людей. У каждой группы людей есть его лидер. Который, да, точно так же, как мы со своей стороны, также анализирует после каждой сессии информацию о своей группе. Все это, да, как можно меньше сжимает и конкретизирует. И твоя задача с каждым из них это разобрать и усвоить. И, да, ну, так или иначе понять, где, что можно было лучше, где, что было хорошо, плохо. Ну, и так далее, и так далее. Чего нам ждать от команды «Вильямс» в этом сезоне? В общем, учитывая форму машины, вам вообще как кажется? Мы провели какую-то аналитику. И наша задача сейчас не пытаться потенциал машины улучшить. А сделать так, чтобы машина всегда стабильно показывала то, на что мы рассчитываем. Ну, и, безусловно, это, в конце концов, будет помогать нам, как пилотов, выполнять свою работу более продуктивно. Поэтому посмотрим. Главное, что мы подчеркнули, мы проанализировали то, что мы увидели. Как быстро это получится исправить, пока трудно сказать. Но самое главное, что, по крайней мере, мы четко обозначили те моменты, на которыми стоит поработать. Ну, и заключительный вопрос про ваше сотрудничество с СНП «Рейсинг». Расскажите немножко. Я являюсь, безусловно, пилотом программы СНП «Рейсинг», программы развития и поддержки автоспорта в России. В нашей программе очень-очень много пилотов разного возраста, разного уровня. От буквально мелких детишек с карстинга, заканчивая на данном этапе самой «Формулы-1». Одна из структур этой программы тоже подразумевает, и я лично в какое-то время очень активно уделял внимание именно поддержке молодых ребят. То есть, да, те ребята, которые проходят то, что я прошел какое-то там количество лет назад, может быть, много лет назад, может быть, не так много назад. То есть, именно вот эта кооперация между пилотами, чтобы в целом охватить как можно больше и ребят, и как можно больше трудностей, моментов. И поделиться всем тем трудным, через что прошли мы, более старшее поколение программы, с маленькими ребятами. А что вот один совет, который бы дали человеку, маленькому, может, ребенку, который вот с карстинга начинает и мечтает быть автогонщиком. Главное, что нужно от человека, который хочет быть автогонщиком? Конечно, вот все остальное можно вообще забыть. Если ты реально любишь то, что ты делаешь, это автоматом сделает так, что ты будешь работать больше, чем другой, будешь стараться больше, чем другой, будешь приходить раньше, уходить позже. И все остальные факторы, все вместе. Поэтому, нет, самое главное именно то, насколько ты предан этому и насколько ты реально любишь то, что ты делаешь. Сергей, спасибо вам большое. Просто удачи вам, чтобы пакетов больше не было, и чтобы всегда был максимум того, что вы можете показать, что вы показывали в каждой гонке. Спасибо большое. Итак, в гостях у нас был гонщик Формулы-1, пилот программы СМП Рейсинг, пилот команды Вильямс Сергей Сироткин. Будем наблюдать за тем, что будет происходить уже на гонках ближайшего Гран-при, Гран-при Бахрейна. Всего доброго, следите, разумеется, за Формулой-1. До свидания и удачи.